Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн» в Канаде. 80-й Псалом Сегодня у нас 80-й Псалом. Мы дольше задерживаемся на том, что акцентирует Святой Дух, потому что у Него для нас есть большее откровение. Последний год или два мы особенно часто видели в новостях королевскую семью. Мы наблюдали за свадьбами, за разными юбилеями правления королевы, и в этих передачах показывали многих потенциальных наследников престола. Но хотя престол им на самом деле принадлежит, их власть не вступает в силу, пока не произойдет коронация. Божественное откровение, которое Бог вам дает, я бы назвала вашей божественной коронацией. Когда вы входите в откровение, тогда та власть, которая все время вам принадлежала, начинает работать. Аминь. Поэтому, когда Дух Святой хочет, чтобы мы продолжали копать какую-то тему, это потому, что Он хочет, чтобы мы вошли во свет, потому что свет разгоняет тьму. И дьявол с удовольствием оставил бы нас во тьме, потому что тьма – это неведение. Слово говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Дьявол не может нас истребить, а вот неведение, оно нас уничтожает. Дьявол рассчитывает на невежество, чтобы его планы сработали, поэтому мы не перестаем копать Слово и позволяем Духу Святому вводить нас в откровение, во свет. Потому что тогда мы больше не будем невеждами, а войдем в откровение и узнаем о той власти, которая уже наша, о той власти, которая нам всегда принадлежала, и о том, как умело использовать эту власть. Итак, вы уже успели открыть 80-й Псалом? Будем читать 11 и 12 стих. Здесь сказано «Я Господь Бог твой». И мне нравится следующая фраза «изведший тебя», который вывел тебя, вывел тебя, вывел тебя. Когда Он говорит, что Он вывел их, это значит, они вышли. Неважно, как они себя чувствовали, что они об этом думали, когда Бог выводит вас, вы вышли. Итак, тут сказано «Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской». И сегодня для нас земля египетская – это прообраз мира. И теперь, когда вы вышли, первое, что нужно понять – мы вышли, так? И вот теперь, когда мы вышли, мы получаем дальнейшие инструкции. Тому, кто вышел, теперь нужно что-то делать. И нам показано, что дальше делать. Теперь, когда вы вышли, откройте уста свои широко. Недостаточно просто выйти. Ваши уста должны начать работать. Что должны делать наши уста? Откройте свои уста широко. Это значит, что нам нужно открыть свои уста и говорить о больших вещах. Пусть ваши уста не будут стеснены вашим прошлым рабством. Плен, рабство ограничивает вашу способность говорить. Но теперь вы уже вышли. Так широко открывайте свои уста. Ведь из-за того, что вы вышли, то, что вы говорите, работает. Аминь. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои широко. Когда сказано «открой уста твои широко», речь идет о двух вещах. Откройте свои уста, чтобы говорить о больших вещах. Бог просит нас, приглашает нас, наставляет нас просить чего-то большого. И еще «открой уста твои широко» означает открывать свои уста и говорить одно и то же постоянно, снова и снова и снова. Не просто сказать «однажды», но открыть свои уста широко. Легко начать говорить так, как вы были воспитаны. Я говорю о том, что было прежде. Если вы не были рождены свыше, и ваша семья не ходила во свете или до того, как ваш разум обновился, так легко соскользнуть назад и говорить то, что вы говорили прежде, когда еще не вышли. Он обращается к людям, которые были в рабстве 400 лет. Знаете, когда вы в рабстве, вы не раскрываете рта, чтобы чего-либо попросить, потому что нет ничего вашего, вам ничего не принадлежит. Вы даже сами себе не принадлежите. И когда вы не принадлежите сами себе, и ваши слова ничего не значат в этом мире, тогда очень легко, выйдя, попасть в западню и продолжать говорить и мыслить так, как прежде. Но откройте уста ваши широко. Провозглашайте большие вещи. Там не сказано «разберитесь во всем сами». Там не сказано «просчитайте все». Там просто сказано «откройте уста свои». Откройте уста свои. Величие, которое Бог приготовил для вашей жизни, начинается с ваших открытых уст. Слишком часто люди думают «вот если бы только у меня было больше денег, все получилось бы». Широко открытые уста приносят деньги. Дело не в том, сколько у вас денег, а в том, насколько широко вы откроете свои уста. Если вы откроете свои уста широко, все, в чем вы нуждаетесь, придет. Все, что вам нужно, придет. На основании того, что вы делаете своими устами. Обратите внимание, теперь, когда они вышли, им нужно было что-то делать. Заметьте, Божья часть была вывести нас. Наша часть – открывать наши уста широко. И заметьте, Он не сказал просто «открой уста твои». Он сказал «открой их широко». Просите смело. Провозглашайте большие вещи. Аминь. Потому что мы все достаточно долго говорили, опираясь на то, что у нас в кошельке. Это не значит говорить смело. Откройте уста свои широко. Итак, Его часть была «вывести нас». Наша часть – открыть наши уста широко. Затем снова возвращаемся к Его части. И Я наполню их. Вы не можете наполнить их. Вы лишь можете открыть свои уста широко. Он не просит вас наполнить их. Он не просит вас во всем разобраться, найти способы, просчитать, как войти в то великое, о чем вы говорите. Он лишь просит вас открыть свои уста, а Он ответит на широко открытые уста. И Он ответит полнотой. Насколько полной жизнью вы живете, зависит от того, как широко вы открываете свои уста. Говорите мелко. Он может наполнить уста только в меру их открытости. Провозглашаете большое. И позвольте вам сказать. Папа Хеггинг говорил нам. Вы можете научить себя верить. Он говорил, если вам трудно во что-то поверить, просто начните говорить это. Потому что ваши слова не будут работать, пока вы не поверите. Но чтобы помочь себе поверить, начните говорить об этом. Заметьте, Бог сказал, открой уста твои широко, и я наполню их. Часто люди открывают свои уста широко, чтобы волноваться. Открывают свои уста широко, чтобы бояться. Открывают свои уста широко, чтобы сомневаться. Открывают свои уста широко о своих обстоятельствах. Но Он может наполнить только, когда вы большие вещи говорите о Нем. Он говорит, что Он наполнит. Итак, мы увидели Божью часть, нашу часть, Божью часть, но вот еще одна наша часть. 12 стих. «Но народ мой не слушал голоса моего». Итак, какова наша часть? Слушать, быть способным учиться. Когда Слово говорит о слушании, оно говорит о том, чтобы мы были готовы учиться. Вы не знаете всего. Я не знаю всего. Есть что-то большее для нас. Божья часть, Он нас вывел. Наша часть, говорить смело, провозглашать большие вещи о том, где мы находимся сейчас. Вы скажете, но это Ветхий Завет. Ага. А у нас лучший завет. Так что то, что у нас, еще лучше, чем это. То, что у нас, еще лучше, чем это. Вау! Вы скажете, это уже очень хорошо звучит, но то, что у нас, еще лучше. Потому что Бог вывел их из Египта. А знаете, что нам сказано в Колоссяном 1 главе? Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас, ввел нас, ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Все, что от тьмы, не ваше. Вам не принадлежит и не подходит вам. Не подходит. Неспособность оплатить счета вам не подходит. Поэтому люди так неуютно себя чувствуют. Вам это не подходит. Это не ваше будущее. Это не ваше настоящее. Это не то, ради чего Бог искупил вас. Он вывел, избавил нас из царства тьмы. Можно вам сказать? Вам не нужно освобождаться. Вы уже избавлены. Вы уже освобождены. Дьявол был бы рад, чтобы вы думали, что вам нужно это получить. Вам не нужно этого получать. Вы уже избавлены. Если вы начнете открывать свои уста широко и говорить, «Я уже избавлен. Я уже избавлен. Я уже избавлен. Я уже избавлен. Я уже избавлен от царства тьмы». Вы спросите, что такое царство тьмы? Это все, что породил дьявол. Все, в чем участвует его царство, не имеет власти над вами. А вы думаете, но я все-таки еще под каким-то проклятием. Нет, нет, неправда. Вы говорите, но я видел, как дьявол работает. И знаете, он так работал в моем дедушке, он так работал в моем папе, он так работал в моих братьях. Это не потому, что вы под проклятием, просто дьявол работает по одному шаблону. Те, кто не спасены под проклятием, но Христос искупил нас от проклятия. Я не под проклятием и не пытаюсь стряхнуть себя проклятием. Я не пытаюсь вырваться из депрессии. Послушайте, вы уже избавлены, но откройте уста свои широко об этом, потому что ваше избавление не вступит в силу, пока вы не подключите к этому свои уста. Я вышла. Я вышла. Я вышла из недостатка. Я вышла из мучения. Я вышла из страха. Я вышла из симптомов. Я вышла. Я вышла. И чем больше откровений, тем смелее вы будете об этом говорить. Я вам вот что скажу. Для пробуждения последних дней нужны люди, которые умеют широко открывать свои уста. Потому что не мы пытаемся заполучить силу Божью, а Он пытается добиться того, чтобы мы достаточно широко открыли свои уста, чтобы Его сила могла действовать. Потому что зажатые уста ограничивают Его. Мы получаем что-то от Бога не на основании того, что Он может сделать. Мы получаем от Бога на основании того, во что мы верим. И слишком часто люди говорят, «Ну, Бог любит меня и не позволит мне потерпеть неудачи, но не при закрытых устах. Он не сможет вам помочь, если вы не откроете свои уста и не скажете то, что говорит Его Слово». Ну, знаете, у нас жена молитвами занимается. Жена в церковь ходит. Там так не сказано. Открой уста твои, твои уста. Пастор не может открыть уста за вас. Ни один служитель не может открыть уста за вас. Вы должны открыть собственные уста. На самом деле, каждый из нас живет так, как говорят его уста. Если вам не нравится, как вы живете, измените то, что говорят ваши уста. Потому что Бог говорит, что Он наполнит уста, которые широко открыты. Какой истиной? Когда Он говорит, открой уста твои широко, что перед этим сказано? Я, Господь, Бог твой, изведший тебя. Открой уста свои широко об этом. Я вышла. Я вышла. Я вышла из симптомов. Я вышла из недостатка. Я вышла из депрессии. Я вышла из страха. Я вышла. Я вышла. Ну, я так себя не чувствую. Это потому, что этого еще нет в ваших устах. Аминь. Нам не нужно пытаться выйти. Мы уже вышли. Он избавил нас. Я избавлена. Я уже переведена. И мне не нужно ничего заслуживать. Мы не читаем Библию, чтобы заслужить это. Это уже наше. Мы читаем Библию, чтобы узнать о том, что уже наше. Мы не молимся определенное количество времени, чтобы получить это. Мы уже избавлены. Уже введены. Но когда мы молимся, это становится для нас реальным. И мы получаем большее понимание и откровение о том, что уже наше. Мы не вымаливаем себе побольше этого. Это уже наше. И он даже не предоставил нам самим как-то проделать этот путь через свою молитвенную жизнь или изучение. Он сказал, знаете, что я просто взял и перевел вас. Почему? Думаете, Енох единственный перенесся. Все тело Христа перенеслось. Почему? Потому что так он мог гарантировать, что вы попадете куда надо. Куда надо было попасть? В царство Сына Его Возлюбленного. Во все, что предлагает это царство. Бог меня вывел, потому что у Него было что-то великолепное, во что меня ввести. Вы уже в Его Царстве. Вы свои по вере. Вы свои Богу. И все, что в Его Царстве, уже ваше. В чем же заминка? Ваши уста должны начать работать. Ваши слова должны звучать. И не раз. Это должно стать образом жизни. Говорите постоянно. Как долго мне придется говорить? А как долго вы хотите это иметь? Мы говорим. Мы живем верою. У нас не просто моменты веры. Это наш образ жизни. Мы не просто иногда говорим о больших вещах. Это наш образ жизни. Широко открывать наши уста. Аминь. Бог позволил вам определить, насколько широко. Слава Господу. И когда вы получили что-то чудесное от Бога, это не конец. Теперь открывайте свои уста широко о чем-то другом. Беритесь за следующую цель. У вас всегда должен быть крупный проект веры в вашей семье, в вашей церкви, в вашей жизни. Многие церкви говорят, о, наконец, выполнили программу церковного здания. Так нужно было уже что-то начать, завидев окончание этой программы. Нет ничего хуже, чем сбросить обороты веры. Это хуже всего. Когда Эд ушел домой Господу, я сказала нашей семье и собранию, мы не снизим обороты веры. Потому что очень трудно, потеряв мощность, снова ее набрать. Аминь. Окажите своей вере услугу. Всегда имейте большой проект. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Я сегодня читала Луки 15 главу, где речь идет о блудном сыне. И вы знаете, как отец выбежал ему навстречу, когда он вернулся домой. Отец жалился и побежал к нему навстречу. И Бог просто одел на него вещи, которых он даже не просил. На самом деле, он сказал, я даже не достоин всего этого. Я даже не прошу у тебя того, что принадлежит сыну. А Бог одел это на него. Не ждите, пока Бог оденет что-то на вас. В этом нуждаются заблудшие сыновья. Отступившего сына мучает совесть. Он под осуждением. И у него нет дерзновения вернуться в дом отца и взять определенные вещи. И поскольку его вера была повреждена в сфере его взаимоотношений с отцом, отцу пришлось одеть его. Это позиция духовного младенчества. Не ждите, пока Бог даст вам ваши деньги. Не ждите, пока Бог обрушит на вас ваше исцеление. Откройте свои уста широко. Займите позицию. Займите позицию, которая принадлежала старшему сыну. Старший сын. Как насчет него? Он не был прав в сердце. Он был недоволен, что благословили того, кого он считал недостойным этого. И он пошел к отцу и сказал, я никогда не оставлял тебя. А ты, ради того, кто тебя бросил, взял откормленного теленка. У моего папы был скот, поэтому я знаю, что такое откормленный теленок. Ему даже ходить не позволяли. Он должен был быть жирненьким и сочным. И он сказал, ты не взял какую-то старую корову. Ты взял ценную награду и отдал бунтовщику, который опозорил имя семьи. Он говорит, я никогда так не поступал. Я никогда не оставлял тебя. Я оставался здесь. Я был верным. И мне нравится, что сказал ему отец. Все мое твое. Подумайте об этих словах. Иначе говоря, все это было тебе доступно все это время, но ты дожидался, пока я сам на тебя это одену. И потому обходился без этого. Бог ждет, чтобы мы открыли свои уста широко. Не ждите, пока Бог вытащит вас из этой ситуации. Не ждите, пока Бог свалит на вас силу исцеления. Говорите это своими устами. Все его ваше. Мое. Это то царство, в которое мы были введены. Как насчет того, чтобы сегодня лечь в кровать и засыпая, отец, все твое мое. Все твое. Не напрягаясь, не напрягаясь. Но это настолько реально, что вы открываете свои уста широко об этом. И тогда он может это сделать. Он может наполнить. Потому что он не может наполнить то, что не открыто. Открывайте не только свое сердце, открывайте свои уста. Потому что вере нужно быть в двух местах. В вашем сердце и в ваших устах. Ну, я верю Богу. Но недостаточно верить и ничего не говорить. И бесы веруют и трепещут. Просто верить во что-то – это вера бесов. Это вера уровня бесов. Они верят. Но Божья вера говорит что-то. Она верит во что-то в сердце и затем говорит что-то. Аминь. И это то, о чем говорит 80-й Псалом. Даже в Ветхом Завете он говорил им, ваши уста ведут вас в полноту. Потому что вы позволяете мне их наполнить, когда вы открываете их широко. «Слава Господу! Слава Господу!» Как насчет того, чтобы проснуться с утра и «Отец, все твое мое». Как насчет того, чтобы, садясь, оплачивать счета, сказать «Отец, все твое мое». Вы скажете, но я уже вчера это говорил. Дайте силе Божьей время изменить уста, которые прежде были закрыты. Аминь. Нужно открывать их не только один раз, когда вы платите по счетам. Это образ жизни. Вера – это то, как мы живем. Это то, как мы живем. Аминь. Матфея 8, 17. Я просто процитирую вам. Мы знаем этот стих из-за чудесной истины об исцелении. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Однажды я цитировала вторую половину этого стиха. «Он взял на себя мои немощи и понес мои болезни». Видите, мне не нужно напрягаться. Мне просто нужно открыть свои уста широко об этом. И однажды Дух Святой сказал, посмотри на первую часть этого стиха. «Да сбудется реченное». «Да сбудется то, что было сказано». «Да сбудется то, что было сказано». Если исцеление не сбывается в вашей жизни, это потому, что вы этого не говорите. Если преуспевание не сбывается, это потому, что вы этого не говорите. Если свобода от депрессии не сбывается, это потому, что вы этого не говорите. «Да сбудется реченное». То, что сказано, то исполняется. Несказанное не исполняется. Если бы только люди открывали свои уста о правильных вещах. Слава Господу! Чем больше вы будете это говорить, тем быстрее это исполнится. Бог мне много лет назад сказал, чем больше ты это говоришь, тем больше ты это имеешь. Чем меньше ты это говоришь, тем меньше ты это имеешь. Мы отмеряем, сколько нам иметь. Это нам принадлежит, но нам нужно войти в то, что уже наше. В Римлянам 4 главе 17 стихе говорится об Аврааме. И Бог говорит, «Я соделал тебя отцом многих народов». А потом написано, Авраам поверил сказанному, чтобы стать. Бог уже сделал его бездетного отцом многих народов, но его задача была уже на опыте стать им. Ну и как он стал им? Он поверил сказанному. Точно так же, как ребенок может родиться со спортивными способностями или музыкальными способностями. Он с этим рождается, но его дело стать этим музыкантом, его дело стать этим спортсменом, этим электриком, этим плотником. Как? Прилагая усилия. Что же нужно делать? Приобретать навыки. Нам нужно стать умелыми в слове. Приобретая навыки в слове, мы становимся теми, кем он нас уже соделал. И нельзя забывать об устах. Уста играют свою роль в том, чтобы вы могли стать теми, кем он вас уже соделал. Он сделал вас свободными от царства тьмы. Он перевел вас в царство возлюбленного сына своего. Теперь станьте такими. Как стать такими? Откройте свои уста. Все его мое. Я искуплен. Я избавлен. Я не пытаюсь избавиться от чего-то. Я уже переведен в то, что победило, то, что пытается тянуться за мной. Послушайте, когда Бог вывел народ свой из Египта, они оглянулись, они вышли. Но озлобленная, ожесточенная вражеская армия гналась за ними из Египта. Но то, что они видели эту армию, еще не значило, что они вернулись в Египет. То, что вы видите симптомы, финансовые трудности, еще не значит, что вы туда вернулись. Вы избавлены. Вы избавлены. Я говорю, вы избавлены. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн в Канаде.